МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня праздничное у всех настроение, потому что вот уже почти две тысячи лет во всех уголках нашей планеты, на всех языках, во всех родах, племенах и народностях славится имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Он достоин всей славы. И сегодня мы с вами собраны, чтобы почтить Его святое имя, Его второй день рождения, когда Он умер и воскрес для нашего оправдания. И мы славим Его тем, что сообщаем всему народу, всем людям о том, что Бог не изменился. Он вчера и сегодня и вовеки тот же. И вы сейчас услышите свидетельство этой доброй славы, которую Бог совершил в ближайшее время или несколько времени назад, но Его славу невозможно затмить. Буткевич Алена. 13 августа 2013 года. Мой муж сорвался со второго этажа вниз головой. От сильного удара у него остановилось сердце. Увидев, что муж мертв, я упала на колени и стала взывать к Богу. Слава Богу, муж пришел в себя. Мы отвезли его в больницу. Снимок показал. Семь больших гематом. Кровоизлияние мозга. Отек мозга. Переломы височной, лобной, затылочной и теменной частей головы. Переломы трех позвонков. Также диагноз выявил старые заболевания. Плеврит правого легкого. Гнойный бронхит. Пуповичная грыжа. Требовалась срочная операция, но не было никакой гарантии на выживание. А без операции врачи отводили ему не больше пяти дней. Муж впал в кому. Но я отказалась от операции. Врачи настаивали. Тогда я вышла на улицу и попросила у Господа исцеления без операции. 24 дня муж находился в коме. Все это время церковь молилась за него. Брали посты. Приходили в больницу. Молились с возложением рук. Врачи предложили сделать повторный снимок. Я снова начала молиться и просить отца. Отец, ты видишь, надо везти его на рентген. Если все будет хорошо с ним, сделай так, чтобы он услышал меня и сжал мою руку. Или моргнул мне. И тогда я буду знать, что все будет хорошо. И тогда я не буду тебя беспокоить. В день, когда я повезла его на снимок, он был еще в коме. Бог-отец такой чудный. Он сделал больше. Мой муж пришел в этот день в себя. Он сжал мою руку, моргал и что-то говорил. Я плакала от радости и неустанно благодарила моего небесного отца. Я славила Господа. После снимка врачи пригласили меня в кабинет. И там я увидела, насколько они были удивлены тем, что увидели на снимке. Аллилуйя. Никакой гематомы. Мозг чист. Череп без переломов и трещин. Вся слава Богу. Вся честь и хвала Иисусу Христу. Через время по благодати муж исцелился и от плеврита, и от бронхита. Сейчас он уже встает. Память быстро восстановилась. Разговаривает хорошо, смеется и даже детей уже воспитывает. Хочет быстрее пойти на работу. Слава Богу. А врачи больным говорят, чтобы они молились. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Итак, что мы с вами сегодня попытаемся еще понять? Вроде бы, как бы, ну, когда проповедуешь, это несложно, там, привычка, главное, заглянул в свое сердце, главное, увидел негативное, найти то доброе, то, что ты хочешь принять. Все-таки у Бога столько много великих, драгоценных обетований, которые Он дал своим детям. Ну, я говорил, вот что, когда мудрый слушает, он умножает познание. Такова суть жизни. Если ты мудрый человек, то несложно просто поразмыслить над своей жизнью, над своими путями, поразмышлять действительно, хочешь ли ты большего, хочешь ли ты лучшего, или оставаться с тем, что есть. В принципе, у Бога очень много прекрасных, драгоценных обетований, которые Он нам дал, которые оставил. И от тебя и меня зависит, вот, примем мы это или нет. От тебя и меня зависит, насколько мы это желаем, жаждем. Человек, я говорю, все-таки удивителен. Вот мы приходим к Господу здесь, любая церковь, вы здесь сидящие, смотрящие, приходим к Господу, Которому принадлежит все во всем, все во всем. Который сказал, это все для нас, для его детей, мы его наследники. И, к сожалению, что далеко не всякий, далеко не каждый пытается принять эту полноту жизни Божию. Мы ходим, бродим по этой жизни, куда нас занесет. И, ну, вот что-то у меня просто по темам не получалось, так, ну, надо было о привычках поговорить. Но, в принципе, я скажу, что вот в конце прошлого года, когда мы вместе собирались в Дворце спорта, я говорил на тему, что Господь научи нас вот счислять дней, чтобы приобреть сердце мудрое. Научи нас вот наблюдать за своими днями. Где-то уже прошло, ну, 175, почти около 200 дней, как мы сидели, слушали. Вот 200 дней практически этого года прошло, которые Бог отпустил для тебя, для меня. Что эти дни тебе дали доброе или нет, вот это уже зависит от тебя. Если ты мудр, действительно, что ты, ну, как бы, будешь прилагать старания и усилия, чтобы то, что Бог даровал, состоялось, совершилось, ну, если второе глупый, где был, там и останешься. К сожалению, бывает так, что мы, да, течем по этому течению, а мало что в нашей жизни изменяется. Мы имеем хорошие привычки ходить в церковь, читать Библию, молиться, но достигать того, что Бог дал, к сожалению, это далеко не у всех. Это печально, но это факт жизни. Мы просто придем по этой жизни, но Бог нам отмерил ее совсем небольшую, чтобы мы приняли от Него самое лучшее, самое прекрасное, самое лучшее из того, что только Он знает о нас, только Он приготовил. И вот я говорю, что все упирается, милые мои дорогие, в это доброе слово привычка. Мы так привыкли мыслить, мы так привыкли с чувствами обращаться, всегда убитые, недобитые, мало радости, мало мира. Это все наши привычки. Мы привыкли так существовать, проходит время, мы даже не понимаем, не ценим Его. Оно так просто бежит за нами куда-то и мало что доброго дает в нашей жизни. Конечно, для того, чтобы измениться, для того, чтобы принять от Бога то, что Он дал, то, что совершил для тебя и для меня, ты должен в хаосе этой своей жизни, в хаосе этой суеты, привычной этой жизни найти то, что где-то надо изменить. Изменить, чтобы принять от Бога то, что Он даровал, чтобы принять от Бога то, что Он совершил для тебя во всей полноте. Во всей полноте. Ты должен увидеть, к чему ты должен стремиться, найти что-то лучшее, прекрасное в своей жизни, чтобы действительно достичь того, что Бог приготовил для Своих сыновей и дочерей. Ведь для Него это великая радость видеть, слышать, что мы, Его дети, ходим в истине, когда мы действительно преуспевающие дети, когда мы принимаем из того, что Он дал, обетование за обетованием, чтобы действительно прославлять Своего Творца. Я говорю, вот так оно и проходит жизнь. Полгода пролетело, и вот так вот, ребятки, может кто-то размышлял, что уже прошло полгода, может кто-то и забыл, но я привык дни исчислять, недели, месяцы. И вот так просто задумался, а что оно мне дало, что прибавило, что я потерял, чтобы действительно ты знал, разумел времена, которые Бог дает тебе. Да, я учил, времена разные, у всех мы разные времена проходим, но чтобы оно не происходило в нашей жизни, мы должны видеть благо для себя. Так, Господь, что мне сделать, где мне измениться, что мне совершить, чтобы принять от тебя то, что ты дал во всей полноте. Найти для себя какой-то стимул, найти образ, найти пример в этой жизни, кому бы ты хотел подражать, чтобы действительно достигать чего-то большего, чего-то лучшего. Иначе, ребятки, милые мои, дорогие, мы будем плыть по этому течению, не ведая куда, куда нас занесет, куда нас принесет. К сожалению, но это так вот, она, этого суета, этого мира, пустота, она наполняет, она переполняет нас. Поэтому я говорил, вот одна из величайших таких, важнейших привычек в жизни, у тебя должна быть цель всегда. Ты должен не просто так прожигать эту жизнь, чтобы день за днем шел, не задумываясь, но ты должен стремиться к цели, стремиться к лучшему, стремиться к Божьим обетованиям, Божьим благословениям, которые Он дал, которые Он оставил тебе и мне, чтобы мы стали частью Его естества. Поймите, этот мир, эта система мира на нас очень сильно влияет. Я, ну вот вспоминаю в том месяце, я был в Европе, в Португалии, и там просто, ну какой-то такой маленький семинар мы делали для, ну как бы, семинар успеха, там молодые ребята приходили, и мы просто, я делился об успехе, как его понимаешь, что. И вот я спрашивал у многих, ну кто для тебя идеал? Идеал, ну то же самое для вас, вот кто для тебя идеал? Ну, вот все верующие, Иисус, ну тогда, а что ты делаешь из того, что Он делал? Второй вопрос задаю, что ты делаешь из того, у меня когда-то, это какой-то конец 80-х годов, у меня тоже идеал, ну я типа верующий был, в церковь ходил, о, Иисус, а потом честно сел, очень важно иметь привычку честно с самим собой поговорить. Ну вот Он Иисус, да, идеал, все прекрасно. А что я делаю из того, что Он делал? На то время ничего. Печально, но это так. И вот я думаю, что многие из вас, ну там, о, Господь, Иисус, хорошо, а что ты делаешь? Я понимал, Он есть любовь, в любви мне было маловато. Какая любовь, если там обиды, стыд, отвержения, страхи, вина, ненависть, гнев, они вот так фонтаном били из меня. То есть, никак не соприкасалось с этой, с Иисусом. Вторая часть, что Иисус делал, Он пришел послужить в этот мир, а я просто в церковь ходил. То есть, опять, ничего общего с Иисусом. Дальше я читал, Иисус бесов изгонял, я знать не знал, что это такое. Ничего общего с Ним. Иисус исцелял больных, я знать не знал, как это делается. Ничего общего с Иисусом. Он воскрешал мертвых, творил чудеса. Знать не знал, что это такое. И вот так сидел и врал себе. Для меня Он Господь. Ну, я не хочу, чтобы вы сами себя обманывали. Вот кто твой идеал? Хотя бы от Иисуса отойдем. Ну, может быть, у кого-то Иисус хочет заверить в это. А вот, ну, обычно мы смотрим на людей, пытаемся что-то от них взять. Как Павел просто сказал, подражайте мне, как я Иисусу Христу. Я когда вот в этой Португалии говорил с молодыми ребятами, там многие с Украины были. И я спрашивал, ну, как вы считаете, кто самый успешный человек? Вот я думаю, что здесь сидящие маловероятно даже ответят на этот вопрос. Но двое мне сказали Гитлер. Ну, вам сложно это понять. Мозги промываются и очень хорошо. Поймите. И они искренне в это верили. Искренне. И вот именно что, вот, что у тебя идеал, к чему ты стремишься, что ты желаешь достичь. Нам легко, поймите, когда мы смотрим на каких-то людей, нам легко сопоставлять. Ну, если у кого-то Иисус, ну, я не против, конечно. Я не против. Он еще святой был, совершенный был. Там еще добавляешь, там какая святость, какое совершенство. От этого Иисуса рожки и ножки остаются в моей жизни. Но вот именно должна быть, ребятки, цель какая-то, целеустремленность. Ты должен сам для себя это увидеть, сам для себя определить, чтобы к чему-то ты стремился, что-то ты делал, что-то ты совершал, чтобы действительно та жизнь, которую Бог дал тебе, она была наполнена чем-то, наполнена целью какой-то. Ну, может быть, за эти полгода, ну, кто из вас вообще победил, что-то достиг, чего-то? О, две, три, четыре, пять, ну, ну, вот уже веселее, чуть-чуть стало, но совсем мало. Остальные вот просто, ну, остальные, наверное, в процессе. У вас процесс творческий идет, как побеждать. Это я просто, я, ну, хорошо, ребят, знаю, все-таки очень трудно научиться быть целеустремленным. Очень трудно. Я вообще не знаю, как это Бог мне вложил, как оно вошло, понятия не знаю, но более 20 лет я учу о целях. Они должны быть в жизни. Чтобы не просто так ты шел по этой жизни, чтобы не просто так ты вот существовал, куда тебя занесет, куда тебя понесет. Но у тебя должны быть цели везде. Вот цель жизни, не знаю, служение или там, финансы, семья, здоровье. Что-то ты хочешь купить, что-то приобрести, где-то отдохнуть. Это должна быть какая-то цель. К чему ты должен стремиться, что-то ты должен желать, что-то ты должен ожидать от Бога, а не просто так коптить по этой жизни, не просто так идти. Потому что я говорю, если этой нету цели, мы попадаем в рабство этого мира, в суета, где властвует шизофрения. С утра одно, в обед другое, вечером третье. Потому что весь мир лежит возле, и дьявол, он князь этого мира, он переполняет наши сосуды всякой ложью. И мы просто плывем по этой жизни, в этой бесполезности, помыслов, стремлений. Время проходит, ничего не меняется. И как бы, вот почему я говорю, что научайтесь счислять свои дни. Месяц ли прошел, неделя ли прошла. Но если кто каждый день уже счисляет, это вообще прекрасно. Но мы должны понимать суть этой жизни, мы должны улавливать то, что Господь хочет от нас. Хочет от нас, желает от нас. И относительно людей, там, Старого Завета, Соломон, он больше всех достиг в этой жизни. Больше всего видел, слышал. Действительно, Бог обильно благословил, и Он понимал. Боже, я две вещи прошу у Тебя. Не откажи, прежде не умру. Вот суету удали. Вот эту пустоту, чтобы не гонять мозги в холостую. Чтобы свои чувства не наполнять всякой ересью, всякой нечистотой. Чтобы мои дела, они приближали меня действительно к победам, к успеху. А не просто так существовать, болтаться на этой земле. Это просто как бы наблюдать за собой, наблюдать за своей жизнью, какая она, к чему я стремлюсь, что я желаю. Чтобы ты знал, вот сегодняшний день Бог дал тебе, что ты хочешь, что ты желаешь в этот день совершить. Что тебе важно, что тебе нужно. Чтобы мы немножечко усилий прилагали, чтобы это не просто так. Поймите, то, что Бог дал, я же прекрасно понимаю, эти великие драгоценные обетования, они не востребованы. Они ждут, когда мы, мужи, жены Божьи, проснемся, очнемся, начнем стучать, начнем искать, чтобы то, что Бог приготовил, стало нашим. Я говорю, вот просто найти для себя образ, кому бы ты хотел подражать, чтобы чего-то достигать. Не надо вот эти объемный там Иисус, ну, я верю, да, что Он у всех у вас, ну, Господи, помоги моему неверию, если бы мы так все жили. Если бы мы так все жили. И вот я, ну, хочу еще раз поговорить, то, что важно, вот, ну, быть целеустремленным, это очень важная, положительная, прекрасная привычка. Это то, что очень сильно меняет жизнь. Когда у тебя есть целеустремленность, когда ты понимаешь, ты ценишь это время, ты ценишь свой храм, ты ценишь свои чувства, ты ценишь свои мысли. Ты размышляешь о делах тогда, когда действительно есть привычка добрая достичь чего-то прекрасного, хорошего. Это то, что апостол Павел, который учил вот нас, как жить, он говорит, подражайте мне, я, забывая заднее, я стремлюсь к цели, к почести высшего звания во Христе. То есть, я желаю большего, я желаю лучшего. Вот что должно быть, милые мои дорогие. Не какая-то религия с заплатками на больные раны, а стремление принять от Отца Небесного самое лучшее, самое прекрасное из того, что Он дал. Ребята, иначе я говорю, это суета, это пустота. Сегодня ты горишь, завтра ты уже потух. Сегодня ты с Богом, завтра забыл Бога. Сегодня ты любишь ближнего, завтра уже ненавидишь ближнего. Это то, что происходит, потому что мы не ценим этой жизни, мы вот этой целеустремленности нету, что Господь хотел. То есть, это вот, ну, я еще раз объясняю, цель – это конечное желание, это мое стремление, это начало или корень дела, это побуждение мое. То есть, начало, к чему я стремлюсь, что я хочу, невзирая на то, сколько вам лет, невзирая на то, что вам 20, 30, 40, 50, 60, 70 лет, оно должно быть всегда. Оно должно быть стремление к чему-то большему, лучшему. Ребята, если этого нет, просто ваш храм, ваш сосуд будет наполнять суета этого мира, пустота этого мира. Вы будете реагировать на всякую ересь, нечистоту принимать суда. И то, что Бог лучшее приготовил, не состоится, не совершится, потому что, может быть, сами не захотели. Притча 19, 21 описано, что много замыслов в сердце человека, но состоится Божья цель для тебя. Много замыслов. Не гоняйте эти мозги впустую. Ну, я всегда учу, замечайте о том, что вы думаете. Размышляйте на том, что вы чувствуете, чем наполняются ваши чувства. Вы все можете побеждать. Бог дал власть пленять всякие мысли. Бог дал власть пленять всякое чувство. Но это же делать надо. А если цели нет, и смысла нету. И смысла нету пленять. Я, ну, как бы, для тех, кому, может быть, ну, кому, там, за 50, 60, 70, немножко, это классический пример, ну, как бы, целеустремленности. Это один из таких примеров, ну, который, как бы, многие используют, те, кто занимается вот этим мотивированием достижения цели и побед. Это уже, ну, время, получается, много было назад, это 57-й год, это проводили в одном из университетов американских исследования. Исследования, простое очень. Необходимо было понять, какой процент, испытывая их, имеет четкую цель на ближайшие 30 лет. Ну, такой вопрос сразу. У тебя цель есть на этот год, на 3, на 5, на 10. Ну, это же редко у кого. Ну, я об этом даже не думаю. Ну, поймите, что, ну, как бы, объяснить, вот, суть-то главная, вера, что такое? Осуществление ожидаемого, да? Ну, ветераны, дальше. Уверенность в невидимом. Мы читаем Библию, там много обетований. Я беру обетование в свое сердце. Я беру это обетование, семя веры. Я начинаю провозглашать. Его нету сейчас в моей жизни. Но я начинаю каждый день постоянно размышлять, провозглашать, молиться об этом, видеть это. И через какое-то время это семя растет и появляется то, что Бог обещал. Так работает вера. Так она работает. И вот исследование. На 30 лет. У кого есть какая цель? Ну, я говорю, у многих и на 5-то нету ее. Мы не думаем. У многих из вас и на год ее нету. Мы не думаем. Мы поразмышляли в начале года, встали, когда все молятся, помолились и забыли. Потому что мы так привыкли жить. Я говорю, это я называю шизофрения. Это то, что мы просто отступили от Бога. Мы отошли от того, что Он дал. Мы отошли, что Он сказал, вот, мои великие и драгоценные обетования, стремитесь к ним. Приложите все старания. Приложите все усилия, чтобы добиться того, что я вам дал. А Бог много, что дал. Успех, победы, благословения, высота, плодоносность. Все это Он даровал. Славу, честь. Все даровал своим детям. Нет, мы будем ходить разбитые и побитые. Мы привыкли. Еще раз к исследованиям, чтобы понять суть ее. На 30 лет вперед. Ну, и все стали там, эти студенты записывать все эти цели, какие имеют. И только 3%, 3% смогли утвердительно, ясно и понятно ответить то, что они хотят. Через 30 лет организаторы нашли участников исследования. Провели повторные, ну, как бы, исследования, подсчеты. И оказалось, что суммарное финансовое состояние 3% было выше, чем у всех 97% остальных. Эти 3% стали лучшими в своих областях знания. Финансовый успех отражался, ну, как бы, на их жизненном успехе. Вот это понятие цели. Что это такое? Это стремление. Это стремление. Это желание. Отец, ты дал мне жизнь. Я ее желаю. Ты желаешь, Отец, для тебя это великая радость, чтобы я преуспевал во всем и был здоров. Это для тебя радость. Пусть сегодня этого нету. Но я полагаю это семя веры в свое сердце. Я желаю, чтобы это свершилось, состоялось. Чтобы действительно то, что ты приготовил для меня, оно стало моим. Вот это вот есть начало. Это есть корень всего дела. Цель. Я стремлюсь к чему-то. Цель. У меня есть стремление. Разницы нет, сколько вам лет. Вообще, как бы, проповедь для тех, кому за 60. Потому что обычно вообще уже многие живут вам за 30 лет, уже цели нету. Но, ребята, так она работает. Из несуществующего становится существуемым, когда мы это ложим в сердце. Это принцип веры. Когда мы это видим. Когда это всегда перед глазами моими. Что я желаю, что я хочу, к чему я стремлюсь. Потому что, когда этого нету, это печально. Это существование. То есть, это говорит о том, что вообще полное отсутствие мудрости. Это значит глупость. Вот и все. Это глупость. Я оказался в числе большинства, которые глупы. Это я говорю, как вам есть и происходит жизнь. Поэтому очень важно, вот сколько вам лет. Вы должны сесть, я говорю, еще раз. Ручечку, тетрадочку взяли, записали, что ты желаешь, что ты хочешь, к чему ты стремишься. Ты должен знать, что для того, чтобы чего-то добиться, ты не добьешься, если ты жил, как вчера и сегодня. Надо что-то изменить. Надо какие-то новые привычки в своей жизни найти. Новое стремление, стимул для того, чтобы добиться успеха, добиться побед. Иначе, ну просто вы просуществуете. Вы просто, ну как обычно, вы будете реагировать на эту жизнь, как многие. Осуждать там всех начальствующих правителей богатых, всех успешных людей. Это будет ваш удел постоянно. Заниматься сплетнями, клеветою, поношениями. Это будет ваш удел. Но когда у тебя есть стремление, у тебя нету на это время. Когда ты стремишься чего-то достичь, ты смотришь на тех, кто побеждает. Ты пытаешься от них учиться. Ты пытаешься принимать самое лучшее, прекрасное, то, что Бог дал для нас.